Друзья, всем привет! Сегодня не совсем обычное видео, это тот ролик, который я уже давно для вас хотел снять. Хотел рассказать вам об истории канала, о том, как он создавался, как развивался, с какими техническими сложностями я столкнулся за время ведения канала, а это чуть более трех лет. Я буду снабжать свой рассказ иллюстрациями, это фотографии, сделанные в свое время на телефон в разные моменты времени, практически все они невысокого качества, но я думаю, с ними будет гораздо интереснее. Но началась история с YouTube, пожалуй, с того, что я начал активно смотреть YouTube, это примерно 2012-2013 года. Смотрел я в основном автомобильную тему, вообще всю свою жизнь интересуюсь автомобилями. Также я параллельно ввел блог на сайте Drive2.ru, туда я выкладывал посты про то, как я в свою тогда еще ВАЗовскую приору встраивал компьютер. Ну, CarPC это тогда популярная тема была. В общем, примерно вот так это все выглядело. Так выглядел корпус, он выпилен из какого-то пластика, не помню уже как называется, который, в общем, обычным резаком режется. Материнская плата довольно специфическая на Атоме, ей нужно только одно входное напряжение 12 вольт. Питалось это все от блока питания для ноутбуков автомобильного, который, ну, по сути, повышающий преобразователь. Он был твикнут, чтобы выдавать там в районе 14 вольт, которые успешно переваривались материнкой. Причем довольно удачно оказалось решение, не происходили перезагрузки, даже при запуске двигателя. В общем, в целом все работало неплохо. Ну, вот так выглядел корпус в собранном виде. Это крепление жесткого диска и блок питания. Так были выведены USB-порты, ну и так далее. В качестве дисплея использовался что-то типа монитора, наверное, автомобильный монитор от Мистери. Вот так он выглядел. Ну и также стояла магнитола. На тот момент довольно продвинутая отечественного производства Зеленограда. Магнитола для соревнований, шестиканальная сигнальная обработка с газоразрядным индикатором на передней панели, с бортовым компьютером. Ну, в общем, довольно такая напичканная на свое время магнитола была. Вот, ну и все эти телодвижения свои я тогда выкладывал в свой блог. И, в принципе, мне эта движуха довольно сильно нравилась. К RPC подключалась Yota, Yota-овский модем. То есть был интернет, можно было смотреть даже онлайн какие-то видео. В качестве оболочки использовался Centrofuse. Я думаю, кто интересуется темой RPC, все эту программу знают. Ну так вот, смотрел я всю эту автотематику на YouTube и видел своими глазами, каким образом в те годы автомобильная тематика получила мощнейший толчок в развитии. Появились большие крутые проекты, высокобюджетные. И все это довольно было интересно. Вообще, автомобильная тема – это тема для отдельного ролика или стрима, может быть. Как-нибудь обязательно к ней вернемся. Где-то в сентябре 2015 года я стал задумываться о том, чтобы открыть свой собственный канал. Это был разгар кризиса, кризиса 2014 года. Это уже был не первый кризис, который я застал. И каждый раз в таких условиях, при этих событиях я сталкивался с одним и тем же, имеется в виду в профессиональной своей сфере. Я сталкивался с тем, что какие-то интересные, перспективные проекты у большого количества организаций в лучшем случае затормаживались, а в худшем – закрывались. Либо вообще организация закрывалась, особенно если она занималась какой-то исключительно инновационной темой и не могла себя прокормить в условиях кризиса. Все это, конечно же, меня в очередной раз демотивировало. Кроме того, снизился уровень жизни. Многие, как и мои коллеги, стали искать какие-то альтернативные пути заработка. Кроме того, в тот период у меня на работе немного сместился фокус моей основной работы. То есть, если я занимался больше электроникой и встраиваемыми программами, то примерно в этот период, в 2015 году, стало больше рутины, больше планирования, согласований и тому подобного. То, что мне менее интересно. Ну а интерес к электронике нужно было как-то удовлетворять. У меня тогда не было даже элементарно паяльника дома. Ну и канал был бы таким средством для удовлетворения вот этих вот интересов к электронике. Ну и в то время мне как раз нужно было для блога на Drive2.ru сделать небольшую плату. Это предусилитель для автомагнитолы. Ну и я решил, что как раз я смогу заснять этот процесс, попробовать, как это вообще происходит. Всё попробовать смонтировать видео, выложить. Ну и посмотреть, нравится ли мне в принципе этот процесс, интересно ли мне этим заниматься. При съёмке первого ролика я не был ещё готов какие-то серьёзные затраты делать для канала. Какую-то камеру мне нужно было купить, освещение, звук. Ничего такого я не был готов тогда купить, потому что не был уверен ещё, нужно мне это или нет. Так вот, для первого ролика я попросил у своей сестры обычную мыльницу, камеру самсунговскую. В то время ещё камеры в телефонах были не такие крутые, как сейчас. И люди обычно для того, чтобы заснять какие-то события во время отпуска, покупали небольшую мыльницу. Вот примерно такую мыльницу я взял на выходные. И это была довольно старая уже камера, но она могла снимать видео в разрешении HD 720p. В принципе, мне этого было для первого опыта достаточно. Ролик я записывал в выходные, днём, и поэтому мог использовать естественное освещение из окна, ну для того, чтобы не покупать какие-то дополнительные осветители. Звук я писал на камеру, никакие микрофоны, диктофоны, петлички, ничего подобного не использовал. Благо, что для этого видео в основном было важно показать процесс пайки, ну и иногда вставлять короткий комментарий. После чего я ролик смонтировал, мне в принципе понравился сам процесс монтажа. Я увидел, что можно из достаточно сырого и плохого материала выжать максимум при помощи монтажа. Но были и серьёзные недостатки у этого процесса съёмки. Больше всего мешало при съёмке то, что глючила сама камера. У неё есть переключатель режимов между видео и фото. И периодически во время записи видео, хотя переключатель оставался в том же положении, камера думала, что происходило переключение и просто молча прерывала запись видео, при этом не издавая ни звука. Можно было только догадаться об этом, увидев на экране то, что пропала надпись REC. Таким образом было запорто довольно много дублей, но тем не менее при монтаже удалось всё склеить так, чтобы ролик смотрелся цельно. Также уже при монтаже я заметил, что шум от внезапно включившегося холодильника также был во многих дублях записан. Тем не менее, в целом сам процесс мне понравился, и я решил, что в каком-то ближайшем будущем куплю камеру, куплю ещё какое-то минимальное оборудование и начну выкладывать ролики на YouTube. Название канала «Электроника в объективе» – это не моя идея, это идея моего коллеги-программиста, который примерно в тот же период начинал снимать детский контент, ну и активно интересовался тематикой YouTube, многие вещи мне подсказывал, ну и тогда я с ним советовался относительно того, как назвать канал. Ну и тогда вот он мне предложил, как один из вариантов «Электроника в объективе», мне этот вариант понравился, и с тех пор канал так и называется. Дальше была покупка минимально необходимого оборудования для съёмки. Это была камера, это мыльница Sony Cybershot WX220B, это чуть более современная мыльница, которая могла уже писать видео в Full HD, при этом питалась от USB, имела очень быстрый автофокус, что основным её преимуществом, пожалуй, было. Были у неё также и недостатки, в частности, нельзя было зафиксировать баланс белого для видеорежима, и камера перегревалась, но она писала непрерывно примерно около часа, после чего перегревалась, можно было дать ей отдохнуть и снова продолжать съёмку. В целом всё было довольно хорошо с этой камерой. В 2015 году ещё можно было найти технику по старым ценам, и эта камера как раз и была так куплена, новой, за примерно 8000 рублей, чуть меньше. Надо сказать, что эта камера довольно хорошую картинку давала при условии достаточного освещения. При этом в большом диапазоне очень быстро работал автофокус, позволяя очень близко приближать объекты, какие-то маркировки с микросхем, считывать, тут же возвращать микросхему на стол, другую подносить, и всё это было в фокусе. Также вместе с камерой я приобрёл штатив Dexp примерно за 1000 рублей, и две лампы настольные, икеевские. Сейчас примерно такие же лампы называются Tercel, тогда, я не знаю, как они назывались, уже не помню, стоили по 500 рублей. Я сразу же купил две штуки, чтобы слева и справа светить на рабочий стол. Ну и две светодиодные лампочки, тоже икеевские. Тогда у них как раз появилась серия Riet 600 Lumen, которая довольно дешёвая была, уже не помню, сколько стоила. Вообще к икеевским лампочкам у меня гораздо больше доверия, чем к любым китайским, либо отечественным лампочкам, потому что их заявленные характеристики всегда выполняются, ну и в целом хорошую надёжность они имеют. Настольные лампы по 500 рублей тоже довольно дешёвые, они металлические при этом, более-менее крепкие, и легко позволяют перемещать лампу как угодно, вращать её, крутить по-всякому. Кроме того, я впоследствии эти лампы крепил не только на стол, на табуретки, на какие-то тумбочки и тому подобное. В общем, довольно гибкая штука. Звук я писал на камеру, она пишет в стерео, в принципе, неплохо за счёт автоматической нормализации уровня звука. Ну, есть и минусы, конечно, когда во время молчания появляется довольно сильный шум, но в целом звук меня тогда устраивал. Кроме того, чуть позже была попытка писать звук на диктофон. Я купил Olympus VN733PC со своим микрофоном олимпусовским. Несколько видео попробовал записать на этот диктофон, но звук мне не понравился по сравнению со звуком, который давала камера. Он был моно. У него, несмотря на то, что я отключил всю сигнальную обработку, все лучшайзеры, поставил максимальный битрейт, всё равно звук какой-то оставался зажатым. Не было высоких, не было низких частот. Какая-то середина только. Ну, видимо, какие-то алгоритмы выделения человеческого голоса всё-таки были неотключаемые у диктофона. Ну и в целом мне не понравилось. Я в итоге перестал им пользоваться. Съёмку я по-прежнему производил на кухне, на кухонном столе. Крепил на него две лампы икеевские. Стелил белый лист бумаги. Купил тогда, не помню какого формата, бумагу. Ну, довольно прикольная получалась белая матовая поверхность. И в целом съёмка проходила неплохо. Вот так примерно выглядел этот процесс. В итоге я снял примерно 3 или 4 ролика и стал чувствовать, что у меня заканчиваются темы для съёмки. Поэтому я решил закупить большое количество китайских модулей, маленьких электронных дешёвых. Ну и в целом решил двигаться в этом направлении, то есть делать обзоры на китайские модули. Тогда я сделал довольно крупную закупку на 10 тысяч рублей. И сразу же после этой закупки сделал анонс на канале о том, что скоро будет контент про китайские модули. С кухни, конечно же, нужно было съезжать. И в декабре 2015 года я съездил в Икею, купил самую дешёвую белую столешницу из серии Линман. Метр на 60 сантиметров. Обошлась она мне 800 рублей, плюс ещё 4 самые дешёвые ножки. В итоге я получил новую, идеально ровную, белую матовую поверхность, которая отлично подходила для съёмки видео. Съёмочный процесс стал выглядеть следующим образом. Как видите, лампы Икеевские я использовал не только для крепежа на столе, но и вообще ко всему, к чему только можно было их закрепить. Ну, здесь, в частности, записывал я какое-то видеообращение, поздравление с Новым годом или типа того. Ну и нужна была подсветка, поэтому таким вот образом лампы были закреплены. Кстати, у этой камеры от Sony ещё один недостаток был. Экран нельзя было развернуть в свою сторону для того, чтобы себя снимать. Но, правда, частично эту проблему решало фирменное приложение, то есть можно было его установить на мобильное устройство и получить картинку с камеры при помощи этого мобильного приложения. В принципе, вот таким образом это всё выглядело. Примерно в тот же период я подключился к партнёрке. Это была партнёрка Air, и просидел я на ней 2 года. В целом, поначалу было всё прикольно. Можно было выводить деньги с канала небольшими суммами. Как раз на начальных этапах канал зарабатывает очень мало. И это было актуально. Кроме того, они предоставляют бесплатный доступ к музыкальной библиотеке. Это тоже прикольно. Это разнообразило видео. Библиотека гораздо больше, чем та, что есть на YouTube бесплатная. В общем, это было прикольно. Были несколько моментов, которые меня смущали. В частности, сразу же после подключения к партнёрке они мне включили монетизацию на всех видео, вообще у меня не спросив никак. Потом был период, когда был переезд с одного сервиса музыкального на другой. Музыкальный сервис был недоступен несколько месяцев. Ну и последнее. У них есть возможность заказать бесплатное оформление канала, если канал определенной величины. Ну и я этой возможностью воспользовался, но когда мне прислали в ответ образец дизайна, я понял, что ни мои пожелания не смотрели, ни мой канал не открывали. В общем, полная какая-то пустышка. Ну и тогда я в целом увидел, что от этого сотрудничества пользы мало и нет смысла его продолжать. Поэтому отключился от партнёрки. За доступ к музыкальной библиотеке я теперь просто плачу 15 долларов в месяц и в целом меня всё устраивает. К декабрю канал преодолел отметку в 1000 подписчиков. Не зря говорят, что первую 1000 набрать сложнее всего, а дальше всё гораздо быстрее и проще. Ну, по крайней мере, есть такое субъективное ощущение. После полугода работы с каналом было 5000 подписчиков. Мне повезло, во-первых, то, что я открыл канал перед зимним периодом, а в зимний период активность аудитории раза в 3 или 4 выше, чем летом. И также я первые 6-8 месяцев заказывал рекламу на разных каналах схожей тематики. Реклама стоила очень дёшево, примерно от 300 рублей цены начинались, средний ценник 500, ну и более крупные каналы просили 1000, примерно, рублей. В общем, я выделял каждый месяц определённый бюджет рекламный и тратил его на заказ рекламы. После этого периода рекламироваться стало уже нецелесообразно, и я решил сконцентрироваться именно на контенте. Летом 2016 года я предпринимал попытки снимать что-то типа блогов. Этот формат набирал популярность на YouTube, была популярная рубрика ответов на вопросы. Для съёмки подобного контента я тогда купил GoPro Hero 4 Silver, и на неё даже пару роликов снял. Отличное качество изображения получалось при дневном освещении на улице. Но в целом вот этот вот блогерский формат мне не очень зашёл, и по большому счёту это была бессмысленная трата денег покупка вот этой GoPro. Примерно в тот же период я сделал несколько улучшений качества видео, в частности для записи звука я стал использовать рекордер Zoom H1. Это такое устройство, которое питается от одной батарейки и в достаточно высоком качестве пишет звук при помощи своих двух конденсаторных микрофонов, то есть в стерео. Также можно к нему подключать внешние микрофоны, петлички, в том числе и ёмкостные, он может на них подавать фантомное питание. Позже у этого рекордера один из микрофонов начал трещать, и ему на замену был куплен рекордер примерно того же уровня от другого производителя, это Toscam DR-05, на который я сейчас пишу видео. В качестве петлички я использовал микрофоны от автомагнитола, как ни странно, Uralconcert, которую я вам показывал чуть раньше в видео в автотеме. Дело в том, что зеленоградские разработчики этой магнитолы предусматривали реализовать такую функцию, которая позволяла бы некую автонастройку аудиосистемы произвести, используя вот этот вот микрофон, ну точнее пару микрофонов, которые подключались к магнитоле, и неким алгоритмом производилась коррекция, не знаю, задержек, наверное, частотного диапазона, ещё чего-то. По сути, это конденсаторная петличка с двумя микрофонами, то есть в стерео позволяет записывать звук и отлично работает с вот этими рекордерами, меня качество в целом устраивает, хотя всегда хочется немного лучше. Тогда же был куплен софтбокс 50 на 70 см для освещения сцены. Туда ставятся 4 лампочки обычные в формате E27, в цоколе E27, и это позволило, во-первых, увеличить яркость освещения, во-вторых, сделать свет более мягким за счёт рассеивания, и стали более мягкими тени. И в целом это лучше смотрелось на камере. В декабре 2016 года я решил переместиться из спальни в гостиную, потому что здесь гораздо больше было места, кроме того, спальню нужно было по прямому назначению уже использовать. Были куплены два вот этих вот стеллажа за моей спиной, икеевские. Была куплена столешница двухметровая, тоже Линман из серии Линман. Ну и в целом получилось довольно удобное рабочее пространство. Правда, у этой комнаты были и недостатки тоже, это больше эхо и большая слышимость от соседних квартир. Таким образом, моё рабочее место было уже на кухне, в спальне и в гостиной. Практически во всех комнатах я уже успел поснимать, и в ближайшее время также предстоит новый переезд, снова обустройство нового рабочего пространства. Отчасти из-за этого я сейчас и снимаю это видео. До тех пор я все ролики монтировал при помощи программы Sony Vegas под виндой, но вот именно в этот период решил попробовать программу Final Cut, которая есть только для маков, и самым дешёвым решением было купить небольшой системный блок Mac Mini. Я нашёл версию 2011 года, это был Mac Mini сервер, но в неплохой конфигурации с 16 гигабайтами оперативной памяти, с SSD, с периферией кое-какой. В целом, даже на 2016 год это был довольно мощный компьютер на мобильном Core i7. У него были недостатки из-за того, что это старая модель, например, USB 2.0. Довольно сложно к нему было подключить 4К экран, поэтому я использовал два Full HD монитора. Очень удобно было монтировать. На один выводишь картинку с монтируемым видео, на другую всё остальное. Весь остальной интерфейс, таймлайн и всё прочее. В начале 2017 года я предпринимал попытки перейти на формат видео 4К. Для этого была куплена камера Nikon Coolpix A900. Это одна из самых дешёвых на тот момент камер, которая позволяла снимать видео в 4К. Это тоже мыльница, как и предыдущая камера, но чуть более крупного формата. Кроме того, у камеры есть поворотный дисплей, который позволяет удобно снимать себя, ну, в таких роликах, как, например, вот этот. Камера позволила снимать мне в 4К, дала гораздо более высокую чёткость, причём даже в Full HD разрешении, как мне показалось, за счёт оптики. Но, к сожалению, у неё было гораздо больше недостатков, чем преимуществ. Первый недостаток в том, что она очень быстро перегревалась в режиме записи видео в 4К. Примерно на 15 минут её хватало, после чего она отключалась для охлаждения. Минут 10-15 нужен был перерыв, после чего можно было возобновить съёмку. Это было очень неудобно. Кроме того, эта камера не может писать видео непрерывно более 8 минут в разрешении 4К. Очевидно, это связано с максимальным размером файла, но это никак не зависит от файловой системы, то есть непонятное какое-то жёсткое ограничение. Кроме того, эта камера намного хуже пишет звук. На тот момент для меня это было не так критично, но, тем не менее, вот такой недостаток есть у неё. В случае, если мне нужно было снять какое-то продолжительное видео, как, например, это, где исходники могли несколько часов занимать, мне приходилось переходить на разрешение Full HD, и тогда камера не перегревалась. В целом, к сожалению, это для меня неудачный опыт, и покупать именно эту модель камеры совершенно не стоил. Следующим вложением в канал была покупка небольшого тепловизора. Это вот такая вот приставка к мобильному устройству. Называется она FLIR ONE. Это второе поколение. У него можно заметить здесь два небольших таких объективчика, очень близко расположенных друг к другу. Один из них – это, собственно, тепловизионный сенсор, а второй объектив – это небольшая VGA-камера, которая служит для того, чтобы наложить на термограмму контуры видимых объектов, то есть сделать изображение более наглядным. Это устройство смогло сделать контент гораздо более наглядным, но, к сожалению, использовать его как средство измерения температуры нельзя, особенно с какими-то блестящими поверхностями. Он вообще, в принципе, не может измерить их поверхность, он видит в них, как в зеркале, отражение от других объектов. Обычно в этом случае я наклеивал небольшую бумажку, например, если нужно было измерить температуру радиатора, и тогда измерение более-менее соответствовало реальной температуре. Также было приобретено вот такое устройство от компании Avermedia. Это устройство для захвата видео с порта HDMI. Обычно такие устройства используют геймеры для стримов, но мне оно нужно было для захвата изображения с каких-то устройств, которые сами не умеют писать видео со своего экрана, например, осциллограф. Потом как-то я его использовал для того, чтобы показать настройки биоса в каком-то из обзоров. Эта штука аппаратно кодирует видео и выдает уже в виде скромного потока через USB 2.0 порт. Не супер нужная вещь, но я думаю, еще на канале она мне пригодится. Далее была покупка света. Это Viltrox L132T. Это устройство, которое может питаться как от аккумулятора, так и от блока питания. Позволяет регулировать как яркость, так и цветовую температуру. Дает суммарно около 1000 люмен света и стоит 25-30 долларов примерно. Кроме того, свет от этого источника света немного рассеивается и дает приятные мягкие тени. Ближе к концу 2017 года я решил попробовать поснимать проводки для своих видеообзоров. Это когда камера плавно движется вокруг снимаемого объекта. Это очень прикольный эффект, который придает объема видео. Я решил начать вот с таких вот тележек. Это довольно простая дешевая конструкция. На нее крепится камера. Можно крепить через разнообразные кронштейны. Устанавливают камеру под любым углом. Кроме того, оси поворачиваются. То есть можно добиться движения по окружности. Эта тележка позволяет добиться нужного эффекта. Но есть у нее один недостаток. Поскольку движение производится руками, сделать плавное движение руками практически невозможно. Всегда будут какие-то микрорывки. Поэтому я нашел вот такое вот решение. Это тележка, которую можно перестроить как угодно. У нее здесь один мотор стоит с редуктором. Есть на выбор три скорости. Можно менять направление. И есть пульт дистанционного управления. Работает она на аккумуляторе. И обеспечивает идеально равномерное движение. За год использования вот этой тележки было сэкономлено большое количество нервов и времени. К сожалению, на год этой тележки не хватило. У нее в редукторе 6 или 7 ступеней. И, видимо, в редукторе появились люфты, которые приводят к тому, что при движении камер немного болтается. Вы могли заметить это по последнему видео. К сожалению, альтернатив на рынке я не нашел. Каких-то более крепких конструкций. Поэтому, возможно, придется купить еще одну такую тележку или попытаться заменить редуктор или мотор с редуктором в этой тележке. Далее, в апреле 2018 года была куплена текущая моя видеокамера. Это Sony AX33. Довольно популярная камера среди авторов на YouTube. Представляет она собой обычный хэндикам. То есть, после мыльниц я решил все-таки попробовать такой формат камеры. Это камера, которая может в 4К писать неограниченное время, без перегревов. Ну, лишь бы хватало аккумулятора и флешки. У нее есть отличный оптический стабилизатор. Прям видно, как объектив в камере перемещается, когда ее трясешь. Это позволяет снимать видео как дома со штатива, так и на улице с рук. Получается довольно плавная картинка. Из дополнительных фишек камера позволяет, например, управлять одним выбранным параметром прямо во время съемки при помощи кольца на объективе. Это позволяет, например, крутить фокус во время съемки. Еще одна важная особенность этой камеры, то что можно наконец-то зафиксировать баланс белого. Предыдущие две мыльницы этого не позволяли и во время съемки видео пытались немного корректировать баланс белого. Обычно это приводило к тому, что картинка уходила куда-то в синеву или в желтизну. Здесь наконец-то эта проблема была решена. Камера, кстати, была приобретена в Германии. Ну, то есть, была заказана на компьютер-юниверсе. Почему-то в России цена была одна зафиксирована во всех магазинах по России, а в Германии она была на треть ниже. Ну, то есть, имело смысл заказать эту видеокамеру на компьютер-юниверсе. Кстати, если кто-то будет впервые заказывать что-то там, я оставлю промокод на скидку в 5 евро. Сможете тоже что-то себе присмотреть. Оттуда заказывать выгодно далеко не любую технику, но вот некоторые позиции оттуда получается привести гораздо дешевле. Наверняка вас также интересует вопрос о доходах с канала. Конкретных цифр называть не буду, но могу так сказать, что канал на сегодняшний день не позволяет с одной стороны что-то существенное заработать, но с другой стороны позволяет развивать мне это дело, покупать различные инструменты, технические средства, ну и так далее. Все, что вы видели в сегодняшнем видео. На этом видео, пожалуй, можно заканчивать. Я надеюсь, вам было интересно. Благодарю вас за просмотр этого ролика до конца. Хочу отдельно поблагодарить тех, кто уже давно на моем канале. Поверьте, все только начинается. Ну и как всегда всем желаю удачи и успехов. Всем пока.